МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. В Новый год с Лениным вождя вернут на площадь в декабре. Голос молодежи, второй созыв молодежной палаты при гордоме начал работу. Путь к успеху в Центре поддержки предпринимательства стартовал акселератор. Подробности далее. Большой черный куб, обнесенный забором, так сейчас выглядит постамент, на котором раньше стоял памятник Ленину. Внутри возведенной тепловой конструкции кипит работа. Самая важная задача сейчас – реконструкция постамента, рассказал представитель подрядной организации, которая выполняет эти работы. Основные задачи сейчас выполняются. Мы ремонтируем сами эти гранитные блоки и меняем швы в самом постаменте. То есть мы планируем туда вытащить оттуда свинец, заложенный еще в советские времена, видимо, в самом постаменте. И будем туда высокопрочный герметик, термический, стойкий. После этого будем заниматься низом основания, будем его заново бетонировать, восстанавливать, штукатуривать, красить и ставить обратно вождя. Напомним, осенью прошлого года памятник вождю пролетариата из-за сильного ветра накоренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих. Его демонтировали, провели обследование конструкции и разработали проект восстановления. Однако подрядную организацию, которая взялась бы за эту работу, долго не могли найти. Осенью этого года право исполнения контракта по реконструкции памятника Ленину выиграл подрядчик ООО «Спецантех». Сумма контракта – миллион триста тысяч рублей. Помимо самого постамента испытания временем не выдержал и сам вождь. В данный момент над ним работают наши специалисты. Эти работы мы производим на базе. Мы были вынуждены его спилить, меняем его шильдера, который там внутри находится, укрепляем, готовим к монтажу обратно. Работа, я думаю, будет выполнена в соответствии со сроком на контракт. Там, я думаю, до конца ноября мы уже выйдем на монтаж этого памятника. Вождь на площадь вернется уже в декабре, а значит, к новогодним праздникам площадь обретет привычный облик. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Два человека на место. Конкурсный отбор в молодежную палату при городской думе был серьезным. Анкеты подали 39 кандидатов. Из них жюри предстояло выбрать 15 человек в основной состав и 10 в резерв. Сотрудники ядерного центра, представители общественных объединений, учителя, студенты. Своё желание работать в палате изъявили представители разных городских сфер. Впервые в этом году заявление могли подать и самоводвиженцы. Треть из всех поданных заявок были поданы самоводвиженцами. Из 39 – 13 заявок. И самоводвиженцев 4 кандидата прошли в состав молодежной палаты. Ну, получается, тоже почти треть самоводвиженцев попала в состав. Так что вот этот механизм, который, кстати, был предложен именно первым созывом молодежной палаты, мы долго обсуждали и по-разному относились к этой идее. Я считаю, что эта идея себя оправдала. Зачем нужна повестка заседания и почему важно утвердить все ее пункты до начала обсуждений? Что такое акворум и почему без него палата не может принимать решение? Первое заседание обновленного состава посвятили организационным вопросам. Председатель городской думы Антон Ульянов рассказал ребятам о целях и задачах работы палаты. Объяснил простым, не канцелярским языком, чего от них ждут. Мы всегда с большим интересом наблюдаем, как развивается молодежь, какие проекты предлагает и молодежная палата. Во-первых, это действительно консультационный такой орган, который может подсказать депутатам вообще городской власти, а что на самом деле интересует молодежь. Какие идеи роятся в их головах, что им хочется делать, что им не хватает в Сарове. Председатель думы отметил, что сейчас он помогает ребятам запустить работу, а дальше они отправятся в свободное плавание. Антон Ульянов предложил кандидатов в председателе и его заместителя. Члены палаты идею поддержали. По итогам голосования председателем избрана Мария Макаева, специалист по развитию персонала в Ядерном центре. Заместителем председателя Роман Перминов, учитель УБЖ, школа номер 17. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Годовая инфляция в Нижегородской области в сентябре этого года увеличилась до 5,4%, но при этом была ниже, чем в Приволжском федеральном округе – 5,5%, и России в целом – 6%. О динамике потребительских цен в регионе в сентябре рассказал начальник отдела регионального экономического анализа экономического управления Волговятского главного управления Банка России. Одна из основных причин повышения инфляции в регионе – это произошедшее ранее ослабление рубля. В результате в годовом выражении быстрее стали дорожать апельсины, бананы, груши, помидоры, так как значительная часть этой продукции поставляется из-за рубежа. Кроме того, на ряд зависимых от импорта непродовольственных товаров сохранялся повышенный спрос. В этих условиях продавцы быстрее поднимали цены в ответ на ослабление рубля. В том числе поэтому ускорилось удорожание легковых автомобилей и смартфонов. При этом в Нижегородской области продолжил снижаться годовой прирост цен на услуги. Среди них – услуги связи. Год назад сотовая связь заметно подорожала, потому что выросли цены на оборудование для обслуживания и развития сотовых сетей, а в сентябре текущего года цены на связь выросли в меньшей степени. До 4-4,5% годовая инфляция в стране снизится к 2024 году по прогнозу Банка России, а также будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В честь праздника Дня народного единства юным жителям города повезло получить свой первый паспорт гражданин Российской Федерации в торжественной обстановке. На мероприятии прозвучали слова о важности нового этапа жизни подростков и об ответственности, которая теперь возлагается на юных саровчан. На особом событии присутствовали родители и близкие. На вас с этого времени накладываются определенные обязанности. В соответствии с действительным законодательством порядка статьи Уголовного кодекса вы подлежите уголовной ответственности на общих основаниях. Так что я думаю, вы все добропорядочные граждане и мы с вами будем встречаться только при положительных моментах. Хочу пожелать вам, чтобы и вы на своем пути совершали как можно больше благих дел, как можно больше говорили добрые слова, совершали те поступки, которые будут и для вас, и для ваших родителей, которые за вас ответственны. Вы были такими вот радостными и счастливыми. Дай Бог, чтобы в дальнейшем вы возрастали и интересно, и интеллектуально, и духовно. Торжественное мероприятие прошло в музее МВД. Помимо первого документа, 14-летние граждане получили нужные подарки – обложку для паспорта и Конституцию Российской Федерации. Для меня это значит очень большая ответственность, потому что теперь, когда я получил паспорт, я несу огромную ответственность за себя, за свои поступки и в целом за свою дальнейшую жизнь, то, что я делаю. Если я потеряю паспорт, то я потеряю очень многое, поэтому это уже совершенно другой этап. После торжественной церемонии для ребят и их родителей провели экскурсию по музею МВД. Купить оборудование, платить рекламу, аренду или вложиться в развитие. Владельцы бизнеса в социальной сфере часто остро нуждаются в финансировании инициатив. Путь к успеху – это возможность для предпринимателей и самозанятых получить поддержку на реализацию своего проекта. Грантовый акселератор реализует в Сарове в четвертый раз. 36 участников в этом году, как мы посчитали, на 10% больше, чем в прошлом году. Но это тоже хорошо, что численность не снижается. Вот это как и новые физические лица, которые в будущем будут либо самозаняты, либо индивидуальными предпринимателями, либо откроют акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью. Приятно, что в каждом году численность ребят растет, те, кто надеются развивать свой бизнес. То есть есть идеи, есть желание. Никто руки не опускает, все двигаются вперед и верят в себя. В этом году организаторы слегка изменили условия. По грантам победители могут получить до 300 тысяч рублей. Из множества проектов, которые предприниматели представят на финальном этапе, выберут лучший. Его авторы получат наибольшую финансовую поддержку. Оператор программы – Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. На установочной сессии «Акселератора» директор Светлана Кашина рассказала о возможностях и мерах поддержки предпринимателей. Программа направлена непосредственно для города Сарова на поиск нового бизнес-идей, которые будут реализованы в социальной сфере. То есть это и развитие социальной инфраструктуры города, появление каких-то детских центров, реабилитационных центров. Сегодня расскажем о самой программе, о том, что войдет в «Акселератор», что войдет в грантовый конкурс. Также расскажем о социальном предпринимательстве, о том, какие меры поддержки предусмотрены у нас на регионе, предусмотрены федеральным законодательством. В рамках «Акселератора» для саровчан пройдут обучающие семинары и тренинги по поиску и реализации бизнес-идей, управлению финансами, продвижению и продажам. 30 ноября участники представят свои готовые проекты. Из них определят лучшие. Уже 6 декабря победители поедут на форум «Добрый бизнес» в Нижнем Новгороде. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Ребята вместе со взрослыми помогают фронту. Плетут маскировочные сети для военнослужащих СВО. До средства гранта закупили необходимые материалы и оборудование. Работа мастерских уже кипит вовсю. У нас была встреча с военнослужащими, которые пришли как раз с фронта. Они проводили беседу с нашими подростками. Мы им тоже все рассказывали про проект, показывали наши ткани. Они оценили, сказали, что действительно очень нужны маскировочные сети и они спасают жизни. На самом деле маскировочные сети – это расходный материал. Как бы мы их ни сплели, военнослужащие уже на месте их будут корректировать под свое место. Самое сложное в изготовлении маскировочных сетей – подготовительный этап. Сети нужно разрезать определенным образом на кусочки нужного размера, потом оплести шнуром и привязать ниткой. Так сеть, которая называется «Дель», подготавливают к дальнейшей работе. Чтобы было чем оплетать сети, нужно нарезать ткань на одинаковые лоскутки. Это тоже определенная техника. Всем этим занимались две группы ребят из 17-й школы. Я резала ткань на то, чтобы ее вплетали в сетку. Только это в комплу, да? Да. Насколько это сложно? Это довольно легко, это справятся даже подростки, дети и взрослые. С помощью этих сеток бойцы будут скрываться от противников или защищаться от них. Это довольно-таки может спасти им жизнь или помочь в разведке. Третья группа оплетала маскировочные сети тканью под руководством наставников. На все у школьников ушло полтора часа. Для ребят новый опыт оказался интересным. Многие из них понимают важность такой работы, которая может спасти жизни людей. Надо было вставлять ткань, которая сливается с землей, с травой, пропускать ее в сетку и завязывать снизу узлы. Чтобы помочь военнослужащим, чтобы их, например, не обнаружили, помогли, спасли им жизнь. Пока маскировочные сети плетут в клубе «Мечта», но в дальнейшем помогать в работе будут клубы «Восход» и «Здоровье». Маскировочные сети волонтеры будут делать по сезонам. Сейчас пока плетут осенние сети. А как только выпадет первый снег, ребята начнут изготавливать зимние варианты изделия. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Борис Мельков работал в московской анимационной студии «Пилот». Учился на высших курсах режиссеров и сценаристов. Открыл свое рекламное агентство в Обнинске. Но все это время художник не забрасывал кисточки и краски в дальний угол. Продолжал писать, преимущественно акварелью или цветными карандашами, а вскоре и маслом. Работы Бориса Мелькова выставлялись в Доме ученых и художественной галереи. Вторая персональная выставка художника «История света» открылась в Православном культурно-просветительском центре. Я сторонник классической живописи, реалистической. То есть я смотрю, и моими учителями внутренними являются наши русские художники. В основном это Крамской, Левитан, Саврасов, Поленов. Очень меня восхищает Репин. Хотя, скажем так, мне ближе Левитан по простой манере письма. Борис Мельков большую часть жизни прожил в других городах. Но Саров остается для художника особым местом, с которым связаны воспоминания детства и юности. Поэтому на выставке так много работ с видами родного города, его улиц, храмов. Также на картинах запечатлен Тивеевский монастырь, русские пейзажи, южная природа Сочи и Крыма, натюрморты. Художник так объясняет название своей выставки «История света». Художник может написать историю красками и кистью. И если взять широко, то он пишет историю света как мира. Если взять более сжато, то художник пишет историю солнечного луча, света, который каждую секунду меняет наш мир, как вокруг нас, так и внутри. Борису Мелькову близки слова художника Константина Коровина. В пейзаже должна быть история человеческой души. В своих картинах Саровский мастер постарался передать личные ощущения окружающего мира. Выставка «История света» проходит по адресу Мира50. Продлится до конца года и будет дополняться новыми работами в различных жанрах. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Впервые день народного единства россияне отметили 4 ноября 2005 года. Но история праздника намного глубже. В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Именно этот день исторически связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. О корнях праздника, символах российской государственности, национальных традициях, библиотекарь и Пушкинки поговорили с ребятами на познавательной игровой программе «То, что нас объединяет». Мы попробуем порассуждать с ребятами, со взрослыми о величии России, о силе родного языка, который объединяет народ, об истории, традициях, близких, понятных каждому жителю нашей страны. В ходе нашей программы пойдет разговор об особенностях русского национального характера и о тех качествах, которые помогали побеждать нашим предкам на полях сражений. Юные гости мероприятия вспомнили героические страницы истории России, силу духа и единение русского народа в непростые времена. В патриотическом празднике было место познавательным фильмам, песням и стихотворениям. Ребята вели с библиотекарями оживленную беседу, отвечали на вопросы, обсуждали и делились мнениями. Были на празднике и веселые подвижные игры, как для групп, так и для всего зала. Я люблю Россию за то, что у нас очень красиво и что у нас все мирно, что у нас очень дружно, потому что она сильная и потому что она красивая. А что в некрасиво? В некрасивая земля. Я люблю Россию за то, что у нас народ мужественный и она красивая. И то, что у нас каждый народ помогает друг другу. В завершении мероприятия ребята всем залом спели песню шамана «Я русский». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Книги для проекта «Читаем вслух» часто выбирают с привязкой к юбилеям или важным событиям. В этот раз в октябре исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Николая Доризо. 85 лет назад в свет вышел роман «Вера Китлинская. Мужество». В этом году страна празднует еще одну памятную дату – 105-летие в ЛКСМ. Эти события послужили основой для выбора произведений, которые отражают важные вехи в истории России. На этот раз вслух читали саровские педагоги. Открывали и завершали мероприятия строчки из стихотворений Николая Доризо. Преселился он не к страху и грустил, совсем не к страху. Жил не так, любил не так. Между стихотворениями участники прочитали первые главы романа «Вера Китлинская. Мужество» о молодых строителях Комсомольска-на-Амуре. Яркие, выразительные женские характеры, непростые судьбы, отзвук прошлой эпохи – все это погрузило и читателей, и слушателей в сюжетное повествование. Педагоги читали выразительно и смогли передать всю гамму чувств и эмоций. Он подхватил со злостью – мама, мама, ты не комсомолка, а маленький на дочь. Твои любви грош цена. Ты все забудешь через месяц. Можно не сомневаться. Многие педагоги впервые открыли для себя роман «Мужество» и захотели узнать от начала до конца истории главных героев. Стихотворения также тронули участников проекта. Что-то пролистаю очередной раз, ну а книгу придется читать. Понравилось. А чем? Чем заинтересовало? Судьбой главных героев. Книга заинтересовала, потому что судьбы были на самом деле совершенно иные. Люди жили совершенно по-другому. Их не интересовали на мещанские взгляды, деньги не интересовали, как сейчас. А там была цель у людей. Люди стремились к чему-то высокому. Я сегодня принимала участие первый раз в такой акции. Мы с учителями читали очень интересные произведения. Это очень волнительно. Я долго готовилась, много репетировала перед семьей. Но я надеюсь, что мое чтение этого произведения всем очень понравилось. Конечно, я очень хочу его прочитать дома, когда будет возможность и много свободного времени. Следующая встреча в рамках «Читаем вслух» пройдет 14 ноября. Ученики 10-х классов почитают страницы книги Виктора Курочкина «На войне, как на войне». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Только самые начитанные и смекалистые смогут разгадать все секреты читайного леса и собрать волшебное слово. В дни осенних каникул учащиеся первых-вторых классов в Молодежном библиотечно-информационном центре проходили книжный квест. К примеру, на опушке «Та самая книга» ребята старались угадать, о чем книга только по обложке и некоторым страницам с закладками. Во время путешествия участники квеста узнали много нового. Я безумно люблю проводить мероприятия для ребят, предвкушать их радость. И также обязательно учитываю, чтобы мероприятие было им полезно. Чтобы оно было направлено на, как говорил Лев Семенович Выгодский, на зону ближайшего развития. Чтобы не просто то, что они знали, а немножко им было чуть посложнее. И в то же время, чтобы они показали свои знания. Решили ребята довольно быстро и математические загадки, которые их поджидали на четвертой станции. Коварные задачки были спрятаны среди листьев дуба. Всего ребятам подготовили шесть станций. Самой загадочной и волнительной была финальная. Здесь волшебная палатка предлагала ребятам выбрать книги по обложке и рассказать, о чем они. Нам очень здесь понравилось. И даже немножечко страшно вначале было. Было очень интересно, даже когда мы повернулись и увидели палатку. Особенно вначале, когда мы сказали, наша команда называется «Сказочный патруль». И мы увидели, как палатка тоже «Сказочный патруль». Это так неожиданно было. Подробнее узнать о мероприятиях МБИЦ можно по телефону 94417. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. День 7 ноября – Красный день календаря. Праздник дня Октябрьской революции 1917 года знаком многим людям, которые родились и выросли в Советском Союзе. По 1991 год этот день был главным праздником СССР и выходным днем. История праздника закончилась с распадом Советского Союза и коммунистической идеологии. Спросим, что знают об этом празднике саровчане. Революция, что ли, была? А что вы помните вообще об этом празднике? Демонстрации, песни, пляски. Очень хорошо раньше было. А сейчас один мужчина стоит, видели? У Ленина памятника. С влагом. Отмечает один. Совершение с революцией в 1917 году. Пришли в власти коммунисты. Больше, в общем-то, и ничего. Ну, то, что мы в школе знали. Как думаете, почему до сих пор помнят? Ну, потому что для людей это очень значимо было. Они этот кусок жизни прожили с этими правилами, так сказать, жизнью с этими устоями. Поэтому, ну, я думаю, еще лет 20-15, наверное, идет это поколение, которое помнило это и жило при этом. Знаете ли, какой сегодня памятную дату отмечает в России? Нет. А слышали что-то про красный день календаря, 7 ноября, красный день календаря? Нет. Я не знаю. А что-то говорит про 7 ноября, красный день календаря? Ну, нет. Нет? Нет. А когда день был Октябрьской революции? Не знаю. Сегодня. А-а-а. Какой-то переворот в этот день был. Какой? На 17-й год, может быть. Были демонстрации, были парады. Главное, вдали все это в праздник. И все было хорошо. И на демонстрацию ходили, и цветы несли, и кричали «Ура!». В школе не изучали? Нет. Нет. Может, и в первом классе. А когда Октябрьская революция была, не знаете? Что-то вообще знаете об Октябрьской революции? Нет. Ну, вот это не говорили. Не, может, помню, но это было в первом классе. Все были такие довольны, пели песни. Собирались около магазина «Гвоздика» и шли. Парадом, в смысле демонстрации. Было очень весело. Есть что вспомнить. А потом вечером отмечали все. Все праздники отмечали. Красный день календаря. 7 ноября. Я был и октябренком, и пионером, и комсомольцем, и кем только не был. Поэтому я родом оттуда никакой. Вот поэтому помню еще. И то стал забывать. Вы, наверное, заметили, да? В современной России день Октябрьской революции сначала переименовали в День Согласия и Примирения, а затем и вовсе упразднили. Но 7 ноября все же вошел в перечень памятных дат страны. Житель эстонского города за небольшую плату стал оказывать некие услуги с помощью пневматического оружия. Ответит двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву, что именно он делает. Такой вопрос достался команде третьего лицея на межрегиональном школьном фестивале науки, искусства и технологии «Фенес-2023». Правильный ответ сбивал сосульки. Игра проходила в формате «Что? Где? Когда?». Два тура по 24 вопроса ребята прошли блестяще, став победителями фестиваля. Я считаю, что команды должны быть очень эрудированными, развитыми в разных сферах жизни. Мы готовились с нашим руководителем, учителем по истории и предпознанию, Честовым Юрием Александревичем. Он проводит у нас несколько раз в год ЧКК в школе. Это очень хороший опыт. Ну и помимо этого мы читаем разные книги, смотрим в интернете задания, чтобы быть готовым к всему. Становились лучшими учащиеся третьего лицея и в городских конкурсах. Так команда образовательного учреждения победила в конкурсе аудио и видеоподкастов «Мой наставник, мой учитель» в номинации «Лучший аудиоподкаст». Главным героем работы стала педагог-организатор Ольга Васькина. Мы решили составить подкаст про нашего педагога-наставника, про Ольгу Николаевну Васькину, потому что она отвечает за большое количество организаций в нашей школе и, можно сказать, заинтересовывает как раз детей участвовать в пионерии, наверное, быть более ответственными и, в принципе, наверное, быть самостоятельными. Больше всего в подкасте мне запомнилось то, как мы готовились. Мы очень ответственно подошли к задаче и долго репетировали. Сначала получалось не очень и даже иногда смешно, потому что все равно кто-то делал ошибки, кто-то не так читал. Работа очень сильно мне понравилась самому. Мы долго думали над вопросами, которые может задавать Ольга Николаевна. Потому что их накопилось достаточное количество, но в рамках этого конкурса мы спросили только некоторых. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Судейский корпус. Здесь собраны судьи со всей Нижегородской области, то есть с Сарзамаса, с Нижнего Новгорода, непосредственно с города Сарова, там Первомайска и дополнительные другие регионы, районы области, которые развивают и проводят лыжные соревнования. С некоторыми мы встречаемся на всероссийских соревнованиях, совместно работаем, судим. На семинаре подвели итоги основных спортивных соревнований прошлого сезона, рассмотрели изменения в правилах по лыжным гонкам, а также оценили уровень знания правил состязаний у участников мероприятия. На территории региона и в частности в Сарове нередко проходят всероссийские соревнования. С Николаем Евгеньевичем Седовым мы знакомы давно. Я видел, как эта база преобразовывалась. Благодаря его усилиям, поддержке местных органов самоуправления, база действительно с каждым годом все улучшается. И не зря здесь проводятся всероссийские соревнования, такие как чемпионат России по лыжероллерам в 2021 году проходил, в 2018 году первенство России. Просто так данное мероприятие в регионы не дают. То есть все на высшем уровне, и также судьи всеместные обслуживают данное мероприятие. Осенний семинар посвятили теории. Ориентировочно весной судьи встретятся снова для проработки практической части своей работы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова